Привет, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Алик. Вы на канале TravelNRF. Я решил снять для вас серию видеороликов, в которых раскроют плюсы и минусы курортных городов России и Республики Крым. И если вы еще не были на российских и крымских курортах, но хотите их посетить или даже переехать, то благодаря этим видео вы сможете определиться, какой город для вас ближе и интереснее. А я желаю вам приятного просмотра. Но перед тем, как начать, я попрошу вас подписаться на мой канал, так как у меня много интересных видео, связанных с курортами Черного моря и другими городами нашей страны. А в этом видео я расскажу о плюсах курортного города Анапы. Я выделил 5 плюсов этого курорта. Это климат и его географическое положение, отличная лечебная база, возможность получить хорошее образование, инфраструктура города, имеющиеся развлечения и разнообразие курорта. Такой еще момент. Какие-то плюсы больше волнуют местных жителей, ну а какие-то больше отдыхающих. Но обо всем по порядку. Первый плюс я обозначил как благоприятный климат и удачное географическое расположение курорта. Анапа находится возле Кавказских гор, как раз в том месте, где они берут свое начало. В подтверждение этого факта на окраине города даже установили скульптуру. Ну а по сути сам город находится на равнинной местности. По этой причине в городской черте Анапы нет крутых подъемов и спусков. Климат в Анапе мягкий, сухой, среднеземноморский. С огромным влиянием на него море и гор Кавказского хребта. На курорте в сезон очень теплое море. Воздух полезный, насыщенный морскими минералами. Также Анапа славится своими теплыми зимами. Курорт расположен вдали от вредных производств. Да и в самом городе, к счастью, они также отсутствуют. Поэтому экология на курорте находится на высоком уровне. Воздух в Анапе считается лечебным. Говорят, он может лечить даже респираторные заболевания. Поэтому дышите там глубже. Воздух. Пропитанный морской солью и можжевельником помогает страдающим бронхитами и трохиитами. Средняя температура воздуха в июле 27 градусов. В январе 2,7 градуса. А средняя годовая составляет 12 градусов тепла. Неплохой показатель. Солнечных дней в году более 280. Солнце щедро одаривает жителей и гостей курорта природным витамином D, укрепляющим иммунитет. А вместе с ним и здоровье людей в целом. Осень и весна в Анапе комфортны. 20 градусов тепла. В отличие от соседнего города Новороссийска, нет сильных ветров, зовущихся норд-достами. Зима на курорте теплая. Снег может выпасть всего 2-3 раза за сезон. И то не каждый год. Вместо него в Анапе, как правило, идет дождь. Минимальная температура воздуха максимум может упасть до минус 3-4 градусов. Перехожу ко второму плюсу. Я его обозначил, как наличие отличной лечебной базы курорта. Так как Анапа курорт климатический, то набильно застроен санаторно-курортными учреждениями. В Анапе работает около 10 стационаров, несколько амбулаторных учреждений. Есть также частные клиники, травмпункты, санатории, роддома и поликлиники. Анапа курорт семейный. Даже санатории и пансионаты с лечением здесь предполагают отдых для разных возрастов. Еще с советских времен Анапа получила известность в качестве детского курорта. Сюда не только любили приезжать с детьми, но и отправляли их одни в пионерские детские лагеря, находящиеся недалеко от моря. Сейчас, несмотря на то, что лагерей стало значительно меньше, Анапа все еще предполагает отличные условия для детского отдыха. Если в большинстве других здравниц чаще лечат уже школьников, то здесь детей начиная с 4-летнего возраста. Санаторные лечения проходят в течение всего года. А чтобы вы не чувствовали себя обделенными в межсезонье, бассейны в учреждениях для купания заполняют морской водой. Также считается, что именно штормящее море в прохладное время года наполняет воздух полезными частицами. Особенно весну и осень советуют тем, кто едет в санатории с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблемами органов дыхания. В окрестностях Анапы добывают лечебные сероводородные и вулканические грязи. Первые содержатся в лиманах и озерах, со вторыми отправляются на сопки. Такие грязи используют в частности при болезнях опорно-двигательного аппарата. Вот такой рейтинг санаториев-курорта я нашел в интернете. Здесь можно выбрать из 20 наименований. Можете поставить видео на паузу и ознакомиться с этим рейтингом. Третий плюс Анапы связан с доступностью образования как среднего, так даже и высшего. Если мы возьмем общие образовательные школы, то в самой Анапе я насчитал их 13. На небольшой город площадью 60 квадратных километров достаточно неплохой показатель. Разумеется, в каждом населенном пункте Анапского района есть своя школа. Правда, читая некоторые комментарии к другим видео, по данной тематике я понял, что некоторые школы работают в три смены. К сожалению, я не могу проверить эту информацию. Поэтому, если вы что-то знаете об этом, на личном примере, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это будет полезно знать как для меня, так и для других людей, кто посмотрит это видео. Анапа продолжает расширяться и предполагается, что в каждом районе новостроек есть или планируется своя школа и детский сад. Но тут всегда есть нюанс. Возможно, при покупке жилья в новом микрорайоне, застройщик вам будет сладко петь о том, что будет детский сад, школа. Но верить ему или нет? Нет. Это уже на ваш страх и риск. Если говорить о средних учебных заведениях, то в Анапе их 7 и связаны они по, так скажем, территориальным причинам их расположения с туризмом, сферой услуг и сельским хозяйством. По высшему образованию тоже все неплохо. Если, скажем, вдруг вы хотите сравнить этот пункт с Геленджиком, кстати, на канале выходил ролик о сравнении Анапы и Геленджика. Если вам интересно, ссылку на это видео оставлю в описании и в верхнем правом углу экрана. То Анапа по этому вопросу, безусловно, выигрывает. В Анапе хоть и нет больших вузов, но там есть филиалы от крупных вузов нашей страны. Это Институт береговой охраны ФСБ, Южный институт менеджмента, Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Московский педагогический государственный университет, Московский гуманитарный университет имени Шолохова. Если вашему ребенку и этого мало, то, пожалуйста, относительно недалеко от Анапы находится город-миллионник Краснодар. Многие выпускники школ для прохождения дальнейшего обучения уезжают туда. Четвертым плюсом я хотел затронуть инфраструктуру Анапы, имеющиеся там развлечения. В городской черте сосредоточена основная туристическая инфраструктура курортной зоны. Имеются многочисленные гостиницы и санатории, многие из которых стоят на первой линии побережья. Там же расположены всевозможные развлекательные центры, ночные клубы, рестораны и кафешки, детские площадки с аттракционами и аквапарками. Неплохо развита и культурно-духовная составляющая. К примеру, в городском театре и нередкость гастроли театров Москвы, Петербурга, Краснодара и других российских городов, приезжающих со своими спектаклями. Драма, балет, опера, концерт на камерной музыке часто встречаются в афишах и даже в межсезонье. У жителей города и отдыхающих есть возможность смотреть новые отечественные и зарубежные кинофильмы. На них приглашают кинотеатры, мир кино и монитор, находящийся в большом торгово-развлекательном комплексе Красная площадь, в котором целых 6 залов. В анапских библиотехах проходят творческие встречи с местными поэтами и прозаиками. Транспортная ситуация в Анапе разная. В городе имеется множество маршрутов, автобусов по различным направлениям. Информацию о их расписании можно скачать вот в таком виде на официальном сайте администрации города. Также на курорте хорошо развито такси и оно достаточно недорогое. Автомобильные пробки бывают, конечно, в основном в центре, но в целом дороги не слишком загружены. В 20-минутной отдаленности от центра города расположен международный аэропорт, 15-минутной доступности железнодорожный вокзал и автомобильная трасса, которая соединяет город с Новороссийским, Краснодаром и Крымским полуостровом. Пятый плюс Анапы, который бы я хотел рассмотреть в этом видео, это, как я условно обозначил, разнообразие курортных мест как самой Анапы, так и в целом Анапского района. Говоря об разнообразии самой Анапы, я имею ввиду разные пляжи. Это или галька, либо песок. Если вы предпочитаете гальку, то вам на пляже высокого берега, расположенные в восточной части города. Но если вам ближе к сердцу песчаные пляжи, то вам в малую бухту, расположенную рядом с высоким берегом, или в большую бухту. Там также находятся такие курортные населенные пункты, как поселки Джемете, Витязева и Станица Благовещенская, славившиеся своими широкими песчаными пляжами и красивыми дюнами. Вот вам краткая информация про каждый курортный поселок. Джемете находится в нескольких километрах к северо-западу от Анапы. Среди плюсов этого курорта следует упомянуть великолепный 10-километровый пляж, покрытый песчаными дюнами из мелкого, приятного на ощупь песка. Активное строительство объектов, инфраструктуры, отдыха тут началось не так давно, поэтому отели и санатории в Джемете новые, отлично оснащенные. В целом этот курортный район отличается от центра города спокойствием и меньшим наплывом туристов, даже высокий СИЗО. Благодаря этому Джемете отлично подойдет для тихого семейного отдыха с детьми. Витязева следует сразу за Джемете. Главная его достопримечательность это великолепный пляж протяженностью 15 километров. В поселке имеется большое число вариантов для проживания, начиная от крупных отелей и заканчивая комнатами в частном секторе. Местные прибрежные воды неглубокие и отлично прогреваются, что способствует отдыху с маленькими детьми. Благовещенское. Самый отдаленный курортный поселок, ходящий в туристическую зону Анапы. От центра города его отделяют 25 километров. Он расположился на другой стороне песчаной косы. Отдыхающих сюда притягивает живописная природа, замечательное побережье, покрытое кварцевым песком. Подведя небольшой итог, скажу. Песчаные пляжи в Анапе в целом протянулись почти на 40 километров. Не стоит также забывать и про уютный поселок Большой Утриш, где расположено достаточно пляжей. А дорогу туда удивит каждого своими завораживающими видами, с возможностью осмотреть местные пейзажи со смотровых площадок. Ну а если вам и этого мало, то не доезжая до Большого Утриша, можете заехать в Суко, где расположено волшебное Кипарисовое озеро, на котором кипарисы растут прямо из воды. Так что выборы в Анапе в этом отношении просто огромные, на любой, так сказать, вкус. И еще по пятому пункту. Это доступное расположение Анапы по отношению к другим городам, которые вы также, возможно, захотите посетить. Скажем, решите выглянуть на Крымский мост. То, пожалуйста, всего 2 часа в пути, и вы на месте. Новороссийск 1 час 10 минут, и вы там. Правда, до Краснодара придется ехать подольше, более 3 часов. Но такое же время придется потратить и из Геленджика. Так что это тоже, я считаю, вполне приемлемо. А на этом я заканчиваю. Надеюсь, данная информация будет для вас полезна. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените мои старания. Подписывайтесь на канал, я выпускаю часто актуальные и интересные видео. А чтобы их не пропустить, включите колокольчик. Сейчас появятся ссылки на другие интересные видео. Если хотите, можете глянуть их. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok